Новости среды. 13 июня. В студии Владислава Уварова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Погода не помешала. Котлас отметил свой 101 день рождения. Выборы по-новому. 14 июня на 73-й заключительной для 5-го созыва сессии собрания депутатов народные избранники выберут главу. По Тарараме в Великом Усть-Уге стартовал 5-й международный фестиваль для детей и юношества Тарарам. К труду и обороне готовы. Котлашане стали победителями регионального этапа летнего фестиваля ГТО. 10 июня Котлас отметил свой 101 день рождения. Для жителей и гостей города было организовано множество различных мероприятий. И несмотря на не самую солнечную погоду, котлашане повеселились от души. В гуще праздника побывали мои коллеги Денис Дворяшин и Дмитрий Потюков. Праздничные мероприятия в городском парке начались с ежегодной акции «Зарядка со звездой». На этот спортивный праздник от Лошани пришли целыми семьями. Несмотря на хмурое небо, все желающие зарядиться с утра энергией, а таких оказалось немало, весело и задорно выполняли физические упражнения под команды Алексея Суботина, Ирины Мониной, Ирины Одинцовой и Человека-паука. Если вы думаете, что заниматься зарядкой – это просто, я спешу вас огорчить, это ни разу не так. Я вот только что попробовал комплекс физических упражнений от советского «Диктора», и это было довольно тяжело. Давай пойдем вот спросим у Алексея Паутова, председателя спортивного комитета, как надо правильно заниматься зарядкой. Алексей, как нужно правильно заниматься зарядкой? Самое правильное в зарядке – это ее делать каждый день. И тогда она будет всегда правильная и нужная для здоровья. Пойдем вот у ребят спросим, они уже перешли на другой этап, видимо. Ребята, скажите, как правильно заниматься зарядкой? Вот как он? Главное интенсивное упражнение – это самое самое. Товарищ капитан, вот по уставу как надо правильно зарядку делать? По уставу утром, после того, как проснулся, перед работкой, перед школой. А у вас вот это с жезлом вертеть там входит в комплекс упражнений? Пока не подняли, не хватило денег, чтобы купить жезл. Молодой человек, как в Советском Союзе занимались зарядкой? Вы-то точно знаете, судя по вашей форме? Мой братец – тигр. Все было сделано очень качественно. Первая стойка, вторая стойка, наклоны. И я очень много сейчас различных упражнений. Ты зачем сюда пришла сегодня? Все, закончили. Итак, друзья, пожалуйста. Размяться. Размяться? Итак. Хорошо, а ты? Потанцевать, послушать музыку. Дома или в клубе там? Нет, никак. Нет, тут с народом интересней. У нас одно скучно. А как же спортивная стойка? Ну, тут размяться, а потом потом свадь можно. А пока часть жителей города разминалась и готовилась к вечерней дискотеке, другая спешила на зеленую зону городского парка. Здесь работало множество площадок, организованных специалистами культурно-досугового комплекса и молодежного центра. Полоса препятствий, фотохода, гигантские шашки – всего и не перечислить. Самые отважные котлашане вжились в роль динозавров и добывали себе еду и воду. А самые ловкие и меткие пробовали свои силы в игре в городки и стрельбе из лука. Официальная часть праздничных торжеств началась в 13 часов. Поздравить горожан с праздником на сцену вышли первые лица города – гости из Кутловского района, Коряжмы, Великого Устюга и подмосковного города Лобня. Выступая с торжественной речью, глава города Андрей Бролин подчеркнул, что за прошедший год в Котласе было сделано немало. В первую очередь было закончено строительство Восточного шоссе. Масштабно реализуется программа комфортной городской среды. Впереди строительство нового детского сада. Хочу выразить огромные слова благодарности всем котлашанам за неравнодушие, за ваше трудолюбие, за то, что все вместе мы делаем наш город с каждым годом все краше, уютнее. И хотел бы сказать, что это отмечают не только сами жители, но и те, кто приезжают к нам в гости. Это очень важно. Котлас и его жители, как настоящие северяне, люди трудолюбивые, люди надежные. Но в то же время здесь, в этом городе, очень сильно развито и творчество, и образование, и спортивные успехи. И сегодня на мероприятиях Дня города мы видим улыбающихся людей, мы видим большое количество детей. То это значит, что у города большое будущее. Гости города также посетили Котласский дворец культуры, побывали в резиденции Кота Ласкова и в выставочном зале, где сейчас работает экспозиция «Запретный плод». В это время на сцене у декан Котлашана гостей города встречал рыжий символ Котласа со своей свитой. Я такое придумал, такое затеял. Кот Ласковый стал символом нашего города в 2011 году и сразу полюбился Котлашаном. Образ кота был создан художниками Инной и Андреем Слиба. А имя было выбрано как созвучное название Котласа. Вместе со своими друзьями, творческими коллективами нашего города, Ласковый Мурлыка прошел торжественным шествием вдоль зеленой зоны ДК. Я считаю, что это очень шикарный символ. Несколько нежных чувств сразу вызывают с детей. Ребенок бегает за этим котом. Потрогать всем хочется. Мне очень понравилось все. А котов ты любишь? А считаешь, что он подходит на символ нашего города? Да, он очень подходит нашему городу, потому что он символизирует нашу природу. И он такой же ласковый, как и наш город, который дарит его жителям тепло и радость. Я думаю, что да, подходит в самом городе. В названии города уже заложены вот эти корни. Кот ласковый. Поэтому я думаю, что все здорово. Уважаемый кот ласковый, у меня один такой вопрос. Я знаю, что коты, они боятся влаги, боятся воды. Но сегодня вот у нас полдня идет дождь. Как вообще кот к этому относится? У нас такие горячие сердца, что сразу все высыхает. И мы сами, как солнышко, празднуем и сразу же сохнем. Ничего не боимся. Новая традиция города Котласа – гладить пузико кота на счастье. Необычные ощущения, я вам скажу. Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, продолжались до самого вечера и закончились дискотекой. Судя по этому любительскому видео, в Котласе еще остались те, кто готов наслаждаться праздником, несмотря ни на какую погоду. Самая любимая музыка здесь играет. Уже завтра, 14 июня, состоится 73-я заключительная для 5-го созыва сессия собрания депутатов. На ней будет рассмотрено 14 вопросов. На этой сессии депутатам предстоит избрать главу муниципального образования Котлас. И этот вопрос станет одним из важных в повестке дня. Напомним, из шести кандидатов, которые заявились на пост градоначальника конкурсной комиссии в ходе собеседования и тестирования, были отобраны два кандидата – директор Горводоканала Александр Ерофеевский и действующий глава города Андрей Бральнин. Из этих двух кандидатур на депутатской сессии 14 июня парламентариям и предстоит выбрать того, кто будет управлять городом в ближайшие пять лет. Голосование в положении прописано, что оно будет открытым. Единственное, что там два голосования будет. Одно будет рейтинговое, то есть голосование, согласно которого из двух кандидатур мы выберем одно. Рейтинговое голосование не предполагает голосование против. Там будет только за. То есть мы выбираем, сколько голосов за одного кандидата, сколько за другого. И после этого кандидат, который набрал большее количество голосов, он уже выносится для голосования на сессию депутатов, где надо набрать не менее 11 голосов. Также в ходе сессии народные избранники заслушают отчет действующего главы Андрея Бральнина о проделанной им за 2017 год работе. Доклад начальника финансового управления Натальи Кашутиной об исполнении бюджета за год минувший. И ознакомится с изменениями, которые планируется внести в главный финансовый документ города на 2018 год и плановый двухлетний период. Кроме того, народные избранники обсудят условия приватизации некоторых объектов муниципальной собственности, утвердят базовую ставку арендной платы за пользование нежилыми помещениями на 2019 год, внесут изменения в генеральный план Котласа, исключив из него, согласно постановлению областного правительства, приэродромную территорию и рассмотрят вопрос о назначении дня выборов депутатов 6-го созыва. Он намечен на 9 сентября. Сразу после очередной 73-й сессии народные избранники проведут внеочередную 74-ю. Здесь в повестке дня три вопроса, в том числе об условиях приватизации муниципального имущества, в частности ПУ ЖКХ поселка Вычегодский, и об увековечивании памяти заслуженного учителя РСФСР, известного котловского тренера, участника Великой Отечественной войны, Валерия Алексеевича Дьячкова. Мемориальную доску с его именем планируют установить на фасаде 76-й школы. Совсем скоро для котлашана, жителей Вычегодского, наступит так называемое время тазиков и кастрюль. Начиная с 18 июня по 19 августа в городе и поселке будут отключать горячую воду для проведения ремонтных работ на теплосетях. График отключения жилых домов в Котласе от горячего водоснабжения для проведения ремонтных работ. С 18 июня по 1 июля горячей воды не будет в домах по улицам Володарского, Нахимова и Портовиков. С 25 июня по 8 июля от горячего водоснабжения будет отключен центр города, который обслуживает Южная котельная номер 1. Это улицы 28-й Невельской дивизии, 70 лет Октября, Дзержинского, Калинина, Кедрова, Кузнецова, Ленина, Маяковского, Милентьева, Невского, Толстого, переулок Чкалова и проспект Мира. Также в этот период горячей воды не будет в домах, обслуживаемых котельной номер 6. Это Виноградова 2 и Кирова 71. Со 2 по 15 июля от горячего водоснабжения будут отключены дома, которые обслуживает котельная Солевичегодского участка дирекции по тепловодоснабжению. Это Ленина 73, Кирова 70, Флигель 1, Володарского 2, 3 и 5 А, Гагарина 26, 33, 39 А и 41 А. Седьмого съезда советов 72 и 74, Куйбышева 8, Октябрьская 31 и 38. С 9 по 22 июля от горячего водоснабжения будет отключен микрорайон ДОК. Это улицы Ермакова, Красносельская, Менделеева, Салтыкова-Щедрина, Спартака, Ульяны Громовой. С 23 июля по 5 августа от горячего водоснабжения отключат дома по улице Виноградова, а с 30 июля по 12 августа по улице Мартемьяновская. С 6 по 19 августа горячей воды не будет в домах по улицам Вавилова, Герцена, Горького, Заводская, Заполярная, Кронштадтская, Садовая, Советская, Спортивная, Суворова, Угольная, Ушакова и Чернышевского. График отключения жилых домов в поселке Вычегодский от горячего водоснабжения для проведения ремонтных работ. Со 2 по 15 июля горячей воды не будет в домах номер 55, 57, 57А, 58, 62, 64 по улице Ленина, в домах номер 1 и 3 по улице Серегина, в доме номер 6А по улице Загородная, на Ульянова 33А и Театральной 7А. С 16 по 29 июля от горячего водоснабжения отключат дома по Парково 4, Крупская 6, Ленина 2, Ульянова 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15А и Ульянова 29, по Загородной 1, 2 и 3, Фурманово 12, а также по улице 8 марта 10 и 11. К новостям культуры. Пятый международный театральный фестиваль для детей и юношества «Тарарам» – пожалуй, главное событие этой недели. Впервые его торжественное открытие прошло не в Котловском драматическом театре, а в Великом Устюге на Вочине Деда Мороза. Юлия Лобанова продолжит тему. Несмотря на проливной дождь, участники фестиваля, а это 10 театров из Архангельской, Мурманской, Московской, Вологодской, Нижегородской областей, Республик Коми и Армения, яркой колонной прошлись по Вочине Деда Мороза. В пестром многообразии коллективов особенно выделялась труппа Котловского драматического театра, которая шла во главе с директором Мирославом Вельганом и главным режиссером Натальей Шибаловой. На сцене перед резиденцией главного волшебника страны котловские артисты виртуозно исполнили оду приветствия всем участникам Тарарама. Ну а после представили жюри фестиваля, в том числе детская. Евгений Вельган, 14 лет. Театральный праздник в этом году будет работать на двух площадках в Великом Устюге и Котлосе и будет продолжаться целую неделю. В течение нее для самых маленьких и детей постарше свои постановки представят труппы Северо-Запада и Центра России, а также ближнего зарубежья. Всего зрители увидят 16 спектаклей. Рад приветствовать вас во владениях моих сказочных всех гостей и участников Пятого международного театрального фестиваля для детей и юношества Тарарам! И сегодня мы совместно с Дедушкой Морозом приветствуем все театральные проекты, которые будут проходить на вочине Деда Мороза. Я хочу сказать слова благодарности организаторам и участникам данного фестиваля, которые объединяют множество детей. Очень важно, что фестиваль обращен к детям, поскольку именно искусство помогает сформировать нравственные и духовные ценности у подрастающего поколения. Позвольте от имени главы муниципального образования Котлас Андрея Владимировича Бролина пожелать участникам Пятого международного театрального фестиваля творческих успехов, новых идей, полных залов и бурных оваций. А зрителям приятного просмотра в гостях у театра. Я хочу пожелать всем участникам фестиваля удачи, а зрителям, которые будут заполнять, я надеюсь, зрительный зал Драматического театра города Котласа, радости от общения с театральным искусством. В добрый путь, фестиваль. Сегодня второй день фестиваля, и на Котласской сцене он начался с постановки Нижегородского детского театра «Вера». Артисты представили юным котлашанам спектакль по сказкам Корнея Чуковского «Бармалей, бармалей, бармалейще». Популярность Тарарама растет. С каждым годом фестиваль набирает обороты. При этом пользуется оглушительным успехом не только у маленьких, но и у больших зрителей. Доказательство тому отсутствие свободных мест в залах, где проходят фестивальные спектакли. К примеру, сегодня на сказке «Бармалей, бармалей, бармалейще», который в Котлас из Нижнего Новгорода привез в детский театр «Вера», в прямом смысле слова «Яблоку негде было упасть». Билеты на сказочное действие по мотивам Корнея Чуковского были раскуплены задолго до его премьеры. Спектакль был очень веселый, и актеры изумительно играли свою роль. В общем, мне очень понравилось. Мне очень понравилось, мне понравились сами костюмы. Сам спектакль очень смешной, и актеры очень хорошо играли. По сложившейся традиции в этом году жюри артистов будут не только заслуженные деятели искусств, но и детское жюри. Также сами зрители смогут дать оценку тому или иному спектаклю. Для этого на выходе из зала вас будут ждать волонтеры с урнами в стиле эмодзи. Веселый смайлик, если понравилась постановка, грустный, если не очень. За шесть дней Тарарама котловский зритель увидит еще 13 спектаклей, разных по жанру, тематике, декорациям. Например, хозяева фестиваля котловские артисты покажут две постановки для детей, волшебник изумрудного города и садко, и для тех, кто постарше недорсий. Кроме того, наша труппа приготовила еще немало приятных сюрпризов. Так, в рамках фестиваля пройдут мастер-классы для самодеятельных детских театральных студий и кружков. А 18 июня в театре пройдет творческий вечер народного артиста России, лауреата всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, артиста Виталия Стужева. К новостям спорта. Котловские спортсмены поедут в Артек. Сборная ГТО нашего города заняла первое место на региональном этапе летнего фестиваля «Готов к труду и обороне». Наградой за победу станет путевка в престижный детский лагерь. Участие в жарких соревнованиях приняли 7 команд со всей Архангельской области. Более 60 мальчишек и девчонок от 11 до 16 лет в течение двух дней боролись за призовые места в личных и общекомандных зачетах. По пылевой стрельбе, прыжкам в длину, силовым упражнениям, метанию мяча и бегу на дистанциях в 60, 1000 и 2000 метров. Стараемся выиграть. Надеюсь, что займу какое-то место. И поеду? Да, и поеду в Артек. Одной из особенностей фестиваля стало то, что далеко не все его участники обладали значками «Готов к труду и обороне». Кому-то еще предстоит пройти эту важную спортивную веху в своей жизни. А кто там, как, например, коряжемец Артем Бражников, уже заработал значок? В этом году сдал. Как оно было? Региональный этап фестиваля ГТО в Котласе прошел впервые, как рассказал ведущий консультант агентства по спорту Архангельской области Александр Ермолин. Наш город был выбран не случайно. Я рад, что мы в этом году приняли решение проводить фестиваль в Котласе, так как Котлас у нас является лидером по многим показателям и задает тон всем остальным специальным образованиям и районам нашей области. По итогам соревнований в общекомандном зачете третье место завоевали спортсмены из Коряжмы, серебро, легкоатлеты из Северодвинска. Ну а золото состязаний досталось Котлашанам. Пять из восьми спортсменов нашей команды претендуют на место в сборной Архангельской области, которая будет защищать честь региона уже на всероссийском этапе фестиваля ГТО. Он состоится осенью этого года в знаменитом детском лагере Артек. И еще. Сегодня компания «Вологод Автодор» приступила к ремонту автодороги по улице Ушинского на участке от улицы Таежной до улицы Восточная. На время работ движение по дороге для всех видов транспорта, кроме спецмашин, перекрыто. Просьба к водителям выбирать другие альтернативные маршруты движения и строго соблюдать дорожные знаки. Работы планируют завершить к 20 июня. На этом у меня все. Далее вас ждет небольшой блок полезной потребительской информации, прогноз погоды в Софье и Плыловой после афишек культурных мероприятий и телевитрина. Смотрите наши новости на телеканале Котлас ТВ, в прямой трансляции на Ютьюбе и в группе Котлас ТВ ВКонтакте. Приятного завершения вечера. Увидимся. Только 14 июня с 9 до 17 часов состоится грандиозная выставка продажа «Три цены». Полотенца, одеяло, подушки, пледы, постельное белье, халаты, туники, джинсы, ветровки, детский трикотаж и многое другое. Ждем вас 14 июня в торговом центре «Арена», проспект Мира, 43. Компания «Шикарные двери» представляет. Купи дверь, выиграй. Садовый качель. Шикарные двери. На Фрунзе 11, Ленина 18, в ТЦ Рубин. На Маяковского 44, в ТЦ Южный и в Коряжме. На улице Дыбцина, дом 2. Для выпускников средних школ, техникумов, колледжей, пока не определившихся, куда пойти учиться дальше, Коряжмский филиал САФУ – отличный вариант получить высшее образование. Адрес приемной комиссии – город Коряжма, проспект Ленина 9, аудитория 105. Справки по телефону в Коряжме – 57366. Здравствуйте, с вами Софья Плылова и я расскажу вам о погоде на четверг, 14 июня. Наш метеовыпуск уходит при поддержке мебельного магазина «Добрый день». Мебель разная нужна, мебель разная важна. Магазин «Добрый день» – это собственное производство любой корпусной и мягкой мебели. Кухни, диваны, спальни, детские, прихожие, шкафы, стенки и многое другое. От классики до авангарда. В производстве используются современные и качественные материалы и фурнитура. На выставочные образцы действуют скидки до 50%. При заказе мебели вы получаете скидку 10% и подарочный сертификат. Магазин «Добрый день» – оригинальное решение для любого пространства. Котлас, Невского, 22. В четверг в Котласе переменная облачность. Температура воздуха днем до плюс 11 градусов. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Зарядись позитивом и бодростью вместе со спортивным клубом «Австралия». На этом о погоде все. Увидимся на телеканале Котлас ТВ. Немного фантазии и вот уже едет Емеля на печи в гости к царю. Ведра пускаются в пляс, а щука начинает человеческим голосом разговаривать. Интерактивный спектакль по мотивам русской народной сказки по щучьему велению Истринского драматического театра Московской области очень яркий и живой. Дети и взрослые активно участвуют в представлении вместе с героями. Смотрите спектакль Емеля в рамках фестиваля «Тарарам» 15 июня в 10 часов в Котласском драматическом театре. Как вернуться домой из волшебной страны? Необходимо лишь пойти по дороге из желтого кирпича к волшебнику изумрудного города. Правда, еще нужно помочь страшиле, железному дровосеку и трусливому льву исполнить их заветные желания. Да и злой людоед с волшебницами не дремит. Веселые приключения девочки Элли и ее верного пса Татошки смотрите в спектакле «Волшебник изумрудного города» на фестивале «Тарарам» 15 июня в 14 часов на сцене Котласского драматического театра. 19 июня в рамках фестиваля «Тарарам» Котласский театр драмы представляет клоунаду с куклами «Лысый лев» Государственного театра кукол Республики Коми, город Воркута. А вы когда-нибудь видели лысых львов? Если нет, то можете увидеть смешную и очень поучительную историю о льве, который стал лысым. Заразительный смек кипопотама и шутки от гориллы дразнилой рассмешат маленьких зрителей до слез. Малыши поймут, что самый сердитый может оказаться у разбитого корыта. Действие спектакля разворачивается на арене цирка. Зрители увидят веселое представление в исполнении клоунов и множества зверей. После спектакля для вас выступает обладатель медали за особые заслуги в области культуры и искусства, вице-президент Московской ассоциации глухих фокусников России, лауреат и дипломант международных всероссийских фестивалей «Мим Мак» Фунтик Владимир Захаров. Спектакль состоится 19 июня, начало в 10 часов. Справки по телефону 21934. «Однажды мы все будем счастливы». Эта пьеса-монолог Вологодского театра для детей и молодежи соткана из воспоминаний главной героини. Это ее исповедь. Смех и слезы, страхи, мечты стать счастливой – это выбор. А что в итоге? Смотрите в рамках фестиваля «Тарарам» 12 июня в 18 часов в Доме моды Деда Мороза в городе Великий Устюг, а 15 июня в 19 часов в Котловском драматическом театре. 18 июня в рамках фестиваля «Тарарам» Котловский театр драмы представляет музыкальную сказку «Театр марионеток Мимоз. Мышонок Пуй-Пуй. Город Ереван». Мышонок из Армении по имени Пуй-Пуй мечтает попробовать кокос и отправляется за ним в Индостан. Строит дом под деревом кокоса и играет, развлекается с друзьями. Вдруг с грохотом что-то падает, все пугаются, думают это метеорит. Что было дальше с веселым Мышонком и его друзьями, вы сможете узнать, побывав на представлении 18 июня. Начало в 10 часов. Справки по телефону 2-19-34. После спектакля в подарок от Котловского драматического театра для маленьких жителей города и гостей пройдет шоу мыльных пузырей Андрея Стрекаловского. С 12 по 19 июня Котловский драматический театр совместно с Домом Деда Мороза Великий Устюг проводит пятый международный театральный фестиваль для детей и юношества «Тарарам». В фестивале принимают участие театры из Архангельской, Мурманской, Ярославской, Московской, Вологодской, Тверской и Нижегородской областей, Республики Коми и Армении. В программе фестиваля более 20 спектаклей драматических и кукольных театров. Даты и время представлений узнавайте в группах ВКонтакте «Котласский драматический театр» и фестиваль «Тарарам» в Котлассе и Великом Устюге. Или по телефону в Котлассе 2-19-34. Майя – девочка-подросток с синими волосами, глубоко переживает смерть папы и непонимание матери. Однажды в ее жизни появляется странный человек – Кощей, работающий собирателем тележек на парковке супермаркета. На самом деле он волшебник, хоть и забыл об этом. И эта встреча становится началом самых невероятных событий, происходящих в школьном парке. Реальную сказку «Майя и Ко» от Нижегородского детского театра «Вера» смотрите на сцене Котлассского драматического театра 13 июня в 18 часов. «Не хочу учиться, хочу жениться» – этот возглас маменького сынка Митрофанушки известен всем. Пьеса «Недроссель» была написана более двух столетий тому назад. Однако, кажется, создана специально для того, чтобы предостеречь нынешнюю молодежь от повторения Митрофанушкиных ошибок. Яркая игра актеров, отличная сценография. Смотрите комедию «Недроссель» в рамках фестиваля «Тарарам» на сцене Котлассского драматического театра 17 июня в 18 часов. Кого любить? Кому же верить? Пожалуй, вечно актуальные слова Пушкинского Онегина. История любви, огромное пространство мира и чувств, игра ума, прозрение, догадки, сострадание и прощение. Евгений Онегин многогранен и многолик. Как трактует его Северодвинский драматический театр, увидим на фестивале «Тарарам» 16 июня в 18 часов на сцене Котлассского драматического театра.